Вот кто помнит, был такой вот интереснейший человек, он занимался психологией, его статьи были в психологическом журнале Академии Наук, Райков, кажется, Владимир Леонидович, да? Вот он занимался тем, что погружал в основном детей в гипноз, и в гипнозе и внушал, что они великие гении, и что они могут рисовать шедевры. И представьте себе, дети рисовали лучше, чем обычно, чем они могли бы рисовать лучше, чем обычно. Вот же что интересно. Ну, потом я видел эту процедуру, я пришел как-то к нему, я еще студентом тогда был, медицинского института, я интересовался людьми, кто пишет такие вещи. Он был очень знаменитый, потому что он этим доказывал, что ресурсы мозга гораздо шире, чем мы можем себе предполагать. Ну, вот я увидел, там сидит медсестра, она ест кефир с булочкой, детишки сидят в полусонном, таком дремотном, гипнотическом даже состоянии, и она им внушает, и вы теперь можете лучше рисовать, вы гений. Ну, я когда это увидел, эту процедуру, у меня, естественно, было ощущение, что если у человека эти ресурсы есть, значит, они могут быть открыты не только вот таким способом. Когда кто-то манипулирует твоим состоянием. И вот когда я изобрел ключ для того, чтобы человек сам себя погружал в гипноз, а потом на следующих стадиях я изобрел приемы, с помощью которых можно без предварительного погружения это делать, потом я придумал психрогимнастику, чтобы раскрепощаться, и вот оказалось, что человек, который раскрепощается, на самом деле, когда Райков им внушал, что они гении, он снимал у них психологический блок. Он снимал у них неуверенность. И вот когда человек делает психрогимнастику, снимает нервномочные зажимы, настраивается на цели и так далее, снимает внутренний барьер, вот он это самое и делает, без всякого гипнотизера. Он сам это и делает. Надо просто это понять, что человек может делать легко то, что на самом деле ему кажется, что он не может делать. То же самое, вот стоишь перед высоким забором, не знаешь, как перепрыгнуть, побежит за тобой злая собака, и ты, как метеорит, и перепрыгнул. Значит, ты можешь, тебе надо просто снимать свой внутренний барьер. А этому, конечно, надо учиться. Этому, конечно, надо учиться. И это метод-ключ, в котором есть часть синхрогимнастики, а теперь уже дозированная синхрогимнастика. Это для разных направлений, для достижения разных целей, чтобы вы могли перелетать в высокие заборы без всякой злой собаки.